Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале! Пару месяцев назад Samsung выпустили для многих долгожданный флагман Note 10 и более мощную версию Note 10+. И вот спустя время, когда все ангажированные обзоры и статьи уже вышли, а пользователи смогли получить настоящий экспириенс от использования девайсов, хочется подвести итоги, стоит ли брать Note 10 и Note 10+. По комплектации они идентичны и одинаково расстроили российских владельцев, так как никаких переходников в коробке больше нет. Только сам смартфон со спрятанным S-Pen, супер быстрый зарядник, отмечу, что входное отверстие тут тоже Type-C, далее зажим для извлечения стержня стилуса с двумя сменными наконечниками, Type-C кабель, наушники, они же гарнитура от AKG, ну и конечно документация и ключик для извлечения лотка SIM-карт, вот и все. По поводу зарядки, она тут 25-ваттная, смартфоны заряжаются с 0 до 100% примерно за час, а Note Plus имеет возможность заряжаться от 45-ваттной зарядки всего за каких-то 30 минут. Правда, зарядное устройство на 45-ватт в комплекте нет, его придется докупать. В плане дизайна изменилось не так много, смартфоны стали более заостренными, убрали разговорный динамик, что позволило сделать рамки еще тоньше, хотя казалось бы куда тоньше, но видимо это еще не предел. Уровень влагозащиты остался такой же, как у Note 9, IP68, а это значит, что телефоны переживут погружение на полуметровую глубину под воду. Это то, что заявлено, а то, за что могу ручаться, что питерский дождик смартфонам не страшен абсолютно. Убрали кнопку Bixby, а ведь пользователи еще на восьмом поколении галактик говорили, что она не очень-то и нужна, и даже когда ее разрешили переназначить, не так уж ей и пользовались. Все остальные кнопки отныне на левой грани смартфона. На верхней грани расположился микрофон шумоподавления, динамик и лоток для двух наносим-карт, а в случае версии Plus можно выбирать или вторую симку вставить, или карту памяти. Покупая версию без плюсика, придется довольствоваться объемом в 256 гигабайт. На лицевой стороне смартфона появился вырез под фронтальную камеру диаметром в 3 мм. Мне эта мушка не нравится, но со временем привыкаешь и практически ее не замечаешь. С точки зрения дизайна, эстетики, как по мне, это решение не сильно лучше челки. Если уж хочется спрятать камеру, почему бы не сделать это как в том же OnePlus 7 Pro или Oppo Find X с их выдвижными камерами. Основные камеры перебрались в левый верхний угол и убрали пульсометр, что сильно огорчило некоторых пользователей в интернете. Зато добавили зарядку сторонних устройств, что одним понравилось, а другим без надобности. Одно из интересных новшеств, которое понравилось в Note 7, это сканер отпечатка пальцев, спрятанный под экран смартфона. Он работает хорошо, даже реагирует на прикосновения влажного пальца, но скорость и частота срабатывания у смартфона не самая лучшая. В среднем из 50 прикосновений около 5 он не распознает. Но всегда можно заменить Touch ID на Face ID, который работает довольно шустро даже в темное время суток. Однако не без осечек. Касательно цветов. На выбор есть черный, белый, аура, синий и эксклюзивный для нашей страны красный и розовый. И тут, на мой взгляд, два очевидных выбора. Либо аура, либо броский красный цвет для младшей версии. Ни для кого не секрет, что у Galactic практически всегда были лучшие дисплеи, и десятки нот не стали исключением. Младшая версия обзавелась экраном в 6,3 дюйма с разрешением Full HD+. Старшая версия получила 6,8 дюймов с разрешением Quad HD+. В обоих случаях установлена матрица Dynamic Plus, AMOLED с поддержкой HDR10 и функцией Always On Display. Да, конечно, качество картинки у обеих моделей просто бомбическое. Картинка яркая, сочная, все как надо. Есть, конечно, легкое затухание при экстремальных углах. Ну и да, белый чуть деленит при все тех же наклонах. Это история стандартная. А вот что непонятно, так это то, что при одинаковых настройках яркости и цветопередачи модель Plus чуть краснит в сравнении с обратом. Непонятно. Также отмечу, что случайные прикосновения, увы, все еще не редкость. Нет-нет, да случайно задеваешь что-то, когда просто держишь смартфон в руке. Или задеваешь функцию Bixby, когда фотографируешь. В остальном же экраны смартфонов просто созданы, чтобы вы не сводили с них взгляд. Сидели в соцсетях, смотрели фоточки, играли в игры, смотрели фильмы и клипы. Хотя с клипами есть вопросик. Дело в том, что несмотря на наличие двух динамиков и достаточно качественного и громкого звучания, Dolby Atmos вам в помощь, обе модели имеют проблему. Задняя крышка вибрирует под музыку и держать смартфон при этом как-то щекотно. Ну а если быть до конца честным, неприятно. Еще момент, который может омрачить замечательный дисплей, это то, что частота обновления экрана всего 60 Гц. Уж очень мне понравились 90 Гц у OnePlus 7 Pro, но в принципе и с 60 Гцами жить можно. Я, возможно, докапываюсь. Лицевая и задняя панель смартфонов покрыты закаленным стеклом Gorilla Glass 6-го поколения. Они спокойно переживут падение с полуметра, а все, что выше, как повезет. На деле нашлись те, кто разбили смартфон буквально в первые дни, просто выронив его из рук. Сочувствую вашему горю. Также смартфоны собирают на себе отпечатки пальцев и, как вы поняли, не супер уверенно лежат в руке. Хотя в большей степени это касается версии Plus. Обычный Note 10 просто скользкий, но обхватить его сильно проще. И как бы вам не хотелось блеснуть этими красавцами, безопасность превыше всего. Чехол точно будет не лишним. Теперь поговорим о начинке. В России официально серия Note 10 продается с процессором собственной разработки Samsung – Exynos 9825. Но покупатели смогут найти на онлайн-площадках и версию на Snapdragon 855. Они оба являются эффективными восьмиядерными процессорами, изготовленными по 7-нанометровому техпроцессу. Новый Exynos достигает максимальной тактовой частоты в 2,7 ГГц. При этом у обычного Note 10 8 ГБ оперативной памяти, а у Note 10 Plus целых 12 ГБ. Графический процессор у обеих версий – это Mali-G76 MP12. Имея такую производительность, Note 10 занимает не последнее место среди флагманов других компаний. Стоит ли говорить о синтетике? Думаю, вы сами все видите. Показатели не рекордные, но и далеко не провальные. Мягко говоря. Думаю, в последнее время нет особого смысла заострять внимание на железе топовых смартфонов, так как всю их мощь, ну просто некуда девать. Не появилось таких ресурсозатратных приложений, чтобы смартфон что-то мог не потянуть. Беря флагман, это всегда запас на пару лет. Играй во все, что хочешь, но будь готов, что смартфончики немного нагреваются. Ощутимо, но не сильно. Оба смартфона работают на базе девятого андроида под фирменной оболочкой от Samsung, которая в целом производит хорошее впечатление. Имеется много встроенных функций, быстрый доступ к обратной зарядке, QR-сканеру, Smart View, Dolby Atmos, записи экрана, ночному режиму, он же режим черной темы, фильтру синего, детскому режиму, сценарием Bixby и это только в верхней шторке и то не все. Имеется и гейм-лаунчер со всевозможными улучшателями жизни геймера. Максимально понятны и возможности пера, за что отдельное спасибо скажут те, для кого стилус в смартфоне – это в новинку. Перо не претерпело каких-то радикальных визуальных изменений по сравнению с прошлой версией. Улучшили автономность работы, теперь SPN работает до 10 часов, а заряжается всего за минуту, похоже на какую-то магию от Samsung. Естественно, перо стало работать более четко, заметки стали лучше распознавать рукописный текст. Также добавили новых возможностей, например, раскрашивание лиц лайфтайм при записи видео. И это очень забавная штука, если честно. Также SPN получил возможность управлять смартфоном без необходимости касаться экрана. Звучит вроде круто, но в основном это все работает только в системных приложениях по типу камеры. Вообще, несмотря на то, что Samsung сильно докрутили SPN и добавили даже дистанционное управление, не так много пользователей пользуются этим стилусом. Большинство с ним играются от силы месяц, а потом постепенно вообще о нем забывают. Есть, конечно, исключения. Мне вот очень нравится возможность сделать заметки прямо на выключенном смартфоне. Но в общем прослеживается тенденция на забывание про стилус. Переходим к батарее. 3500 мАч у десятки и 4300 мАч у 10+. Вроде бы неплохо, да и зарядку обещают с 0 до 100% всего за час от адаптера, что в комплекте. Но на деле смартфоны при скромной работе протянут до вечера. Если же вы среднестатистические пользователи соцсетей, ютуба и прочего, да еще и любите режим многозадачности, то заряда хватит максимум до обеда. И это одна из основных претензий к обеим моделям. Ну и наконец-то камеры. Они получили очень неоднозначные оценки у пользователей, но сперва пройдемся по данностям. Младшая версия получила тройную камеру. Главный модуль на 12 мегапикселей с переменной диафрагмой 1.5-2.4. Вспомогательный модуль на 12 мегапикселей с двухкратным оптическим зумом и апертурой 2.1. И широкоугольный модуль с разрешением в 16 мегапикселей и апертурой 2.2. Первые два модуля могут похвастаться оптической стабилизацией изображения. Правда, в видео она работает не всегда, лишь до разрешения 4К 30 кадров в секунду. Вообще же доступна запись видео в Full HD 30 и 60 кадров в секунду и 4К 30 и 60 кадров в секунду. В старшую модель помимо всех тех же модулей добавили 3D-камеру глубины. Фронтальные камеры у обеих моделей на 10 мегапикселей с апертурой 2.2. Опять же, в теории все славненько, но вот результат, ну он как бы хороший, но не флагманский. Пользователи даже сравнивали качество снимков с iPhone 8 Plus и пальму первенства отдали не Samsung. При хорошем освещении, конечно, вопросов нет. Все хорошо. Цвета, контраст, детали. Ну вы сами видите примеры на вашем экране. Но при слабом освещении картинка сильно проседает. Шумы давятся блюром, он ест детали. В общем, результат не топовый. Это все касается и основной, и фронтальной камеры. Если честно, ожидал большего. И теперь, когда мы освежили память, давайте я озвучу вердикт касательно данных девайсов. Смартфоны стали вроде как мощнее, но вот куда столько мощи. Автономность при этом страдает. При активном использовании их хватает на полдня. Полдня, Карл, смартфон за 50 тысяч младший и за 60 тысяч старший. Полдня. Да, кстати, цену все отметили как завышенную, даже сейчас, не говоря уже про ценник на старте продаж. Улучшили SPN? Да, круто, но вот загвоздка в том, что одним пером сыт не будешь. И зачастую это просто баловство на недельку-другую, ну на месяц. Затем перо уходит в долгий ящик. В общем и целом, смартфоны не могут похвастаться чем-то сногсшибательно, умопомрачительно, революционным. Если у вас сейчас Note 9, то лучше остаться на нем. А если сильно хочется обновиться, то хорошей альтернативой будет iPhone XS или уже сильно сбросивший цену Huawei P30 Pro. Или же последний OnePlus, Xiaomi с их доступными топами. Так много сейчас вариантов и обо всех мы рано или поздно расскажем. Так что не забывайте подписываться и клацнуть на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Также в комментариях оставляйте заявки на новые обзоры и сравнения. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok